Ну, это вот одно из печальных событий, и буквально неделю спустя этих событий было прямо противоположное, радостное, конечно, событие, оно радостное было для всех, для всего, так скажем, мира Формулы-1, но для нас, для русских, для россиян, для России это событие было, скажем так, гораздо более важным, гораздо более радостным, чем для всех остальных, потому что, друзья мои, впервые за 30, даже 30 с лишним лет, наконец-таки, Формула-1 приехала к нам в Россию. Гран-при России состоялся 12 октября, и все мы этого ждали, ждали очень давно, было очень много проектов, было много разных слухов, разных, ну, каких-то недомолвок, загубленных проектов, но все-таки свершилось, построили, построили трассу, великолепную трассу в Олимпийском парке, в Сочи. Трасса действительно получилась интересной, борьба была, ну, скажем так, на протяжении всей гонки, просто я с замиранием сердца следил за ходом всего уикенда, ну, блин, не знаю, как у кого, а у меня, ну, просто неописуемые были чувства. Вот момент, когда показывали пятничные даже тренировки, вот, комментарии, это вот эти вот виды. Понятно, что я там сам, естественно, никогда не был, не факт, что вообще буду, но просто то, что это вот наше, это в нашей стране, это происходит среди вот этих великолепных, монументальных, я бы сказал даже, сооружений, где, в общем-то, совсем недавно еще пылали страсти зимней Олимпиады, и вот сейчас это все вокруг этих вот объектов, объектов олимпийских спорткомплексов этих, проложена такая трасса, и проносятся там болиды, со которыми мы следили уже не один десяток лет, наконец-то они вот ревут на нашей земле, блин, черт возьми, чувства были неописуемые. Ну и когда в воскресенье погасли красные огни светофора, и Гран-при стартовал, ну просто это адреналин, честно скажу, зашкаливал просто невероятно. Действительно, потрясающее событие. Вот, так что поздравляю всех нас с этим историческим моментом, не побоюсь этого слова, новой страницей в истории нашего автоспорта, российского, русского. Вот, и... Дай бог, чтобы это был первый, но далеко не последний этап, потому что, ну действительно, планы там грандиозные у них на Сочи, то есть, ближайшие там буквально, ну пару-тройку лет, вот, ближайшие несколько лет, хотят наши организаторы провести там ночную гонку, а ночная гонка, ну, поверьте, она не будет уступать, а может даже будет превосходить по красоте, по зрелищности автодром в Абу-Даби. Вот, в Абу-Даби, как бы, там тоже вот это вот объект эти все подсвечены, там гостиница вот эта вот классная, но у нас там в разы красивее, особенно когда наступает вечер. Я просто смотрел все трансляции, и не только формулы, но еще и большого спорта, все эти прямые включения. И, ну, действительно, в сумерках и вечернее время смотрится просто великолепно, когда вот зажигаются огни на вот этих набережных, плюс это же все на берегу моря проходит. Подсветка вот на всех этих объектах, ледовых аренах, там, в комплексах, смотрится просто шикарно. Если, конечно, они будут наш этап проводить ночью, ну, вечером, точнее, в темное время суток, это будет просто вынос мозга, это будет шикарно. Так что посмотрим, вот, чего нас, чего нас ждет в ближайшее время, но отрадно, что вот только положительные отзывы были как со стороны гонщиков, так и со стороны команд, со стороны Берни, Эклстоуна. Вот именно что, не только сама конфигурация трассы, но еще и инфраструктура, ну, внутренняя автодрома, вот все эти, эргономика, как бы, то есть удобство для команд, с распределением мест, моторхомов, подъездов, выездов, парковок, да, расселения зрителей, гостиницы, ну, в общем, все сделано на высочайшем уровне. Все, ребята, отлично. Умеем мы подготавливать высочайшего уровня объекты спортивные, и, в общем, мы это доказали с гонкой в Сочи. Кстати, на днях тут, буквально вот вчера, у нас же есть еще один автодром в Москве, Moscow Raceway, и он получил высшую категорию амалогации FIA, ну, One Grade, или первого класса. То есть теперь Moscow Raceway может принимать все гонки международного класса вплоть до Формулы 1, до самой высшей ее категории, до F1, и теперь у нас, в принципе, два автодрома, которые теоретически могут принять у себя этап F1. Правда, чуть-чуть омрачает ситуацию, то, что Moscow Raceway выпал из календаря мировой серии Renault в следующем году, и его не будет. его заменили Silverstone, так как там немножко финансовые проблемы у мировой серии, и тяжело выезжать на далекие гран-при, хоть Москва это и не так далеко, конечно, как какой-нибудь Шанхай, там, не знаю, или Малайзия, но все равно им далеко ехать, и они вот решили заменить Москву Silverstone. Сейчас, в принципе, мировая серия Венок превратилась, по сути, в европейскую серию, потому что там одни только европейские трассы остались на следующий год, но будем надеяться, что это временные проблемы, и в ближайшее время, может быть, уже через год наш этап вернется в календарь мировой серии Рено, но зато теперь у нас есть свой гран-при немножечко высшего класса Формулы-1. Ну и еще одна очень радостная новость, правда, которая не на гран-при России, а вот перед ней на гран-при Японии, это то, что наш Данька Квят, наше молодое дарование будет в следующем году выступать в Red Bull Racing. Да, свершилось. Себастьян Феттель объявил о том, что он уходит из Red Bull, который на протяжении практически всей его долгой карьеры поддерживал, решил он покинуть отчий дом. вот и в следующем году он будет выступать в Ferrari. Подписал контракт с Ferrari, об этом будет объявлено вот уже на этой неделе перед гран-при Техаса, перед гран-при США. Остин официально объявит, я думаю, об этом. и на его место подписали нашего Даньку Квята. Так что будет у нас уже в команде чемпионского уровня в следующем году выступать наш пилот и, в принципе, чем черт не шутит, если Renault справится к следующему году с проблемами своего движка, своей силовой установки, то может быть даже поборется и за титул. Ну уж, по крайней мере, за победы-то, я думаю, точно поборется. Напарником его будет молодой тоже Даниэль Рикьярдо, который будет выступать всего второй год в Рэдбуле. Да, он, конечно, в этом году показал, что он очень быстр и, конечно, легкой жизни, я думаю, Дани Квята он там не устроит. Но тем интереснее будет посмотреть, если он Данька сможет одолеть Рикьярдо, то это будет очень сильно с его стороны. Вот. Так что будем болеть, ребята. Ну а там чем черт не шутит, может быть и Серега Сироткин. ему кстати дали тоже вот на Гран-при России у себя на родине он же в этом году тест-пилот Заубер и ему дали проехать первую пятничную тренировку. Так что вот поздравляю у нас впервые на официальных тренировках, официальных заездах Формулы-1 одновременно было два русских пилота и Сироткин проехал очень неплохо. Он опыта у него управления болидом Формулы-1 боевого по сути всего было два раза. Это вот он в том году тут же в Сочи проехал. Ну и то там это больше показательные заезды были. Ну и еще он по-моему зимой он участвовал в тестах и там вот накатал как раз положенную дистанцию чтобы ему выбили суперлицензию. Ну вот по сути и все что он весь опыт. А тут он занял 18 место по итогам тренировки и уступил там всего четыре десятых Сутилю напарнику своему очень опытному. Ну в общем был на уровне прям отлично я считаю справился вот тут еще надо сказать что сам Зауберта в этом году то есть Сироткин был 18 а Сутиль 16 то есть это в этом году просто Заубер сам по себе не едет и выше вообще вряд ли что-то удастся показать им так что все отлично наш российский автоспорт наступает по всем направлениям на на мировой арене так что есть чему порадоваться ребят есть позитивные сдвиги большие сдвиги так что дальше будет только интереснее дальше больше как говорится так ну тем временем что-то на трассе то у нас ну гораздо все спокойнее в общем происходит чем это было в предыдущей гонке поэтому так сравнительно легко можно поговорить о чем-то но мы тем временем на круг уже обогнали даже идущего вторым лансера вполне себе комфортненько лидируем проблем я думаю возникнуть за последний один из кругов не должно но так и Так, ну пускай у нас примерно за 10-11 кругов съедает комплект покрышек. Так что я думаю, через кружочек надо будет на пидстоп-то заехать последний. А вообще первый раз я этот чемпионат проходил на FTO LM Edition. Ну она у нас есть, это классная машинка. И вот гран-поли, вот тот как раз, который предыдущий был, проходил Лёха. А вот этот чемпионат достался мне, и его я проходил на FTO. Но особых проблем он меня тогда, в принципе, тоже не вызвал. Но машина очень отзывчивая в направлении. Перепроходить, значит, гран-поли я буду на том же самом NSX. То есть я не планирую менять машину, в общем. То есть, как было сказано, что на NSX, так я и постараюсь его пройти на NSX. Ну, как и было оговорено, как договаривались. Единственное, что, скорее всего, тоже я без комментариев буду проходить. То есть, сяду и с самого начала, ну так скажем, с полной концентрацией, с полной отдачей, буду стараться проходить его. Потому что, в принципе, проиграл я гонку, на самом деле, а предыдущую, это вот как раз-таки на старте, на первом отрезке. Потому что я там пытался что-то еще комментировать, и у меня ничего не получалось. Я часто вылетал, и из-за этого соперники от меня оторвались на приличную дистанцию, которую компенсировать я уже не смог. Хотя, в принципе, где-то последнюю треть я уже ехал быстрее двух соперников. То есть, я ехал там третий, еще гонку. И мне удалось все-таки GTR догнать и пройти. И я даже начал догонять потом ГТО, ГТО-ху, но так и не успел ее до финиша достать. Но было интересно. Когда вот прям ритм поймаешь на NSX, вот поймешь, как, где, в каком повороте, где там чуть-чуть газ отпустить, где прибавить, где как-то повернуть, где какие кочки, самое главное. Потому что трасса, на самом деле, оказывается, на такой вот нервной машине действительно довольно кочковатая там. И кочки тоже вызывают проблемы. Машина на них очень нервно себя ведет. Вот. И когда я говорю, вот, нащупаешь нужный ритм, ну, там просто кайф такой неписуемый. выжимать от нее все. Так, ну что, заезжаем на последний пидстоп у этой гонки. Вот в итоге у нас с двумя пидстопами получилась гонка. И сейчас последний отрезок из восьми кругов. Так, ланцер, ну, это он только в круг вернулся. Смол, а? Так, парнишка, фары-то врубай, чтобы тебя как бы лидер догоняет. Так, парнишка, фары-то врубай. Да, тут меня в комментариях спрашивали, в какие я еще симуляторы гоняю, кроме Гран-Туризма 6. В принципе, на данный момент я не гоняю ни в какие автосимуляторы, кроме Гран-Туризма. Да, в общем-то, я сейчас и в Гран-Туризме 6 подзабросил, с тех пор, как я вот платину выбил где-то недели-две назад, так я уже подзабросил ее, не включал с тех пор. вот, поэтому времени нету и я не езжу, и вообще мало играю. Вот. Так вот у меня есть из симуляторов, что у меня, на PS3 у меня есть формула-1 2011, вот, и как-то мы даже с Корифаном ее вдвоем проходили, ну, в коопе чемпионат тоже было очень интересно, то есть мы с ним по интернету коннектились и проходили совместный чемпионат. так и не доехали до конца, что-то забросили, ну, там переехал на другую квартиру, ну, а там интернета нет, ну, и как-то одному мне скучно показалось ездить, нежели в коопе, ну, и так и не до прошли мы с ним это дело. Недавно я опять включал ее, F1, F2011 эту, так поездил чуть-чуть, ну, что-то как-то не то уже, конечно. А более современных симуляторов я не покупал. Ну, сейчас уже даже 2014 вышла. Или вот-вот должна выйти. По-моему, вышла уже все-таки, конечно. Но у меня вот только старенькая эта формула-2011 есть. Ну, вот так. В принципе, и все. В силу того, что я мало играю сейчас, поэтому диски тоже не беру, не покупаю. хотя, вот, в принципе, ну, мне бы интересно было погонять в... как же она называется та вот игруха. По-моему, ассету Корсо. не было бы интересно погонять, но, по-моему, она только на персоналку, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, на PS3 ее точно нету. Она, может быть, вышла на новые приставки. Поэтому, как бы, возможности-то особо нету. То есть, я уже говорил, что комп у меня довольно старый. Такая машинка древняя. И, ну, ну, современные игрушки в натяг даются. Хотя, в принципе, я вот недавно видяшку сменил. Ну, поменял ее на Радика 260-го, 260-х. Ну, и так, смотрю, пошустрее стали там. Скайрим я запускал. Он так на ней бодро, в принципе, летает, я бы сказал. Ну, правда, Скайрим-то тоже уже не новая игра. Вот. Скайрим у меня с этой видяхой даже на ультра-настройках по дефолту ставит. Но я все-таки их чуть-чуть занижаю, потому что там все-таки пролагивает. Но на высоких, по крайней мере, тянет. Поэтому можно будет попробовать поставить новенькую вот F2000, F-формулу 2014, ну, или хотя бы Формулу 2013 года, попробовать погонять в нее, как она потянет. Потому что на старом GeForce 9800 GT она у меня жутко тормозила. Я ставил ее на средние настройки, и все равно она у меня пролагивала. А на минимальных я просто не хотел играть. Тут совсем как-то грустно все это. И я вставил ее, попробовал, я имею в виду Формулу 2013 года, и снес, в принципе. Потому что, ну, убого все как-то так получалось. Вот. А сейчас, в принципе, как я уже сказал, зима на носу. Может быть, времени будет побольше. Может, я и поставлю снова 2013 года Формулу. Может, даже что-нибудь посвежее. Но, думаю, судя по уровню графики, я так на YouTube немножко смотрел. А сета Corsa мне не вытянуть. Моей машинке, компу моему, железочком. Так что... Это вряд ли. Вот. Так что... Ну, как-то так. Ну, а какие есть еще автосимуляторы? Ну, не знаю. Вроде бы там Air Factor, да. Такой, говорят, хардкорный очень симулятор на компе. То есть, те, кто гоняют в Air Factor, они обычно смеются над теми, кто гоняет Gran Turismo. И говорят, что Gran Turismo – это автосимулятор. Они так обычно свысока смотрят. Говорят, что это аркадка для малышей Gran Turismo. А вот Air Factor – это отец всех автосимов. Ну, не знаю. Я в него сам не играл, поэтому ничего говорить не буду по этому поводу. Естественно, мнения у меня нет. Ничего не могу сказать. Хотя, можно было бы попробовать. Но, опять же, все украивается в возможности железа. Не знаю. В Air Factor, по-моему, тоже его там что-то там по графике-то прокачивают. И не факт, что на моем железе он попрет. Так что… Ну… Может кто-то, если знает, напишите в комментариях. А вообще, какие есть еще автосимы. Именно на компе. И… И что вообще они требуют по графике, по настройкам. Вот. Потому что не все у меня, к сожалению, потянет. Мой старичок. Ага. Вообще, в задумках у меня как бы на своем канале выкладывать не просто какие-либо прохождения или что-то. Всех подряд игры. Я на канале хочу делиться с вами, ну, скажем так, своими впечатлениями, своими, ну, теми играми, которые я играл в детстве, которые вызывали в детстве восторг. Как-то так. То есть, эмоциями этими. Я думаю, что многим это будет сродни. То есть, те, кто в то же время был в том же возрасте, что и я примерно. Я думаю, будет интересно, приятно тоже вспомнить те бывые вот те игры, в которые мы играли, те эмоции. Вот восторг. Когда мы, допустим, покупали новую игру, там мы только вот впервые вставляли ее приставку и вот с замиранием сердца следили за тем, как она прогружается, за начальными заставками, потом дрожащими руками начинали в нее играть с восторгом. какую бы то ни было игру, то есть. Ну, то есть, в планах вот какой-то такой немножко ретро-гейминг, скажем так. может быть в дальнейшем что-нибудь даже сеги запишу ну то есть у меня не только здесь будут автосимы какие-то хотя я их ну люблю вот симуляторы, то есть в детстве я в Колин Макрэй играл я до сих пор считаю, что первая, вторая части Колин Макрэя это лучшие ролиные именно симуляторы вот и может быть как-нибудь запишу прохождение потому что игры действительно очень интересные классные в свое время были хитами вот ну сеговская классика вообще про нее молчу такая как Rock'n'Roll Racing Дюна вторая не знаю там Червяк Джин первая вторая части хотя надо сказать, что как раз таки во времена сеги, когда у меня была первую часть Джима я не играл Червяка я играл только во вторую тогда первую я поиграл уже много-много позже на эмуляторе на эмуляторе по-моему уже вот Вектор Мэн тоже помню классная игруха прям четкая Кул Спот тоже особенно вторая часть Кул Спот Ghost to Hollywood это вообще просто такая прям забавная игрушка прикольная когда там играешь этим вот пятнышком с бутылки 7-Up такой он прям прикольный в очках этих черных солнечных ну блин классный конечно герой вот Дюна 2 That Battle for Arrakis ну это вообще часы недели месяцы были проведены за нею кровью и потом пройденные миссии часами зависали за ней недавно кстати буквально на днях тоже был в отца в гостях и нашел таки у него старые старые свои вкладыши турбо я даже был немного удивлен что у меня их столько у меня что-то в памяти отложилось что ну не настолько у меня их много оказывается что там ну например турбо спорт у меня всего там нескольких номеров не хватает для прям полной коллекции уже видел там в турбо спорт как раз таки NSX есть вот на котором мы с вами предыдущую гонку гоняли такой красавец красный красные раскраски кенлур основной спонсор тоже прикольно было его там увидеть вот но я уже в каком-то из видео рассказывал по счастью вообще жвачек турбо и всего этого увлечения собиранием вкладышей конечно тоже была большая часть нашей жизни в детстве увлечением таким большим многих пацанов того времени ну и естественно меня стороной оно тоже не обошло вот так что интересного всякого было много так ладно ну закончим с этим тем временем у нас гонка подходит к самому финалу мы на последнем круге проходим на круг очередной к примеру и будем финишировать ну как сопротивляется не хочет блин на круг не опускать зараза так ну все последний поворот на последнем круге он еще на боксе заезжает и финиш вот так вот в таком вот стиле и вот второй чемпионат нам конечно дался вторая трасса на выносливость далась гораздо легче и вот время красивое 4 пятерки за 55 минут ну как я и говорил меньше часа но больше 50 минут вот пройдено и сейчас будем получать награды так диплей не будем смотреть слишком уж долго так сейчас посмотрим лучший круг у нас да ну после последнего стопа мы его на 22 круге совершили и на 25 лучше круг 1 45 и 9 ну что же неплохо неплохо пообщались вот видите за первое место 150 тысяч а там нам за за второе дали 200 так что тут конечно чемпионат гораздо серьезнее и по призовым ну и по вызову по сложности так ну смотрим что нам там дали за машину призовую честно вообще не помню что здесь дается тем интереснее будет так гараж и так NSX о LM Edition Sylvia ух ты какой яркий у нее окрас прикольно мне нравится что то если честно я и забыл что в первой части есть Sylvia S14 LM Edition ну правда забыл мне прям так понравилась эта машина классно так выглядит и раскраска у нее прикольная ну в общем посмотрим может тогда следующий чемпионат на выносливость вот этот вот нам остался ну по сути на выносливость вот один это в обратку у нас та же самая R11 будет может мы даже тогда на этой сильвочке проведем смотрите какая она красавица прям гоночный агрегат такой видон у нее прям агрессивный широкие арки прищур этот ее ух да классная машина так ну что сохранимся ну и впереди нас будет ждать полноценный значит вот чемпионат R11 в обратку потом как я говорил перепройдем гранд волей вот серебро горит что-то оно как-то выбивается из золотых серии золотых кубков нехорошо перепройдем его вот и тогда уже примемся за вот последний чемпионат если я не ошибаюсь то вот за него дадут кастрол супру и вот на кастроле мы как раз поедем вот здесь вот этот супер чемпионат последний самый и тем самым завершим нашу серию прохождений гранд туризма 1 вот ну а сейчас давайте будем прощаться спасибо надеюсь надеюсь вам понравилось с вами был скудер как обычно как всегда ну что ж пока-пока увидимся в следующей серии субтитры субтитры